В городе Кохт-Лоярве в 2021 году может появиться так называемый народный бюджет. Сегодня в местных суммправлениях все чаще становится популярной идеей так называемого народного бюджета. Смысл его в том, что в бюджетах местных суммправлений предусматривается определенная сумма на реализацию проектов, которые выдвигают и поддерживают сами жители этих суммправлений. То есть при народном бюджете предполагается прямое участие жителей в принятии решений по благоустройству населенных пунктов. В Кохт-Лоярве на официальном уровне данную инициативу депутаты городского собрания рассмотрят на сессии в следующий четверг, 29 октября. Комментарий председателя городского собрания Кохт-Лоярве Рины Ивановой. Я очень рада, что и до Кохт-Лоярве данная идея на самом деле добралась. Если говорить о народном бюджете, хочу напомнить, что он еще называется инклюзивным или партисипативным, такие умные слова. Однако да, мы знаем его как народный бюджет. Данная поправка сейчас делается в большой документ, который называется порядок составления бюджетной стратегии, составление, принятие и опубликование городского бюджета. То есть очень серьезный документ, и теперь участниками составления бюджета города будут непосредственно и все жители города Кохт-Лоярве. Это отрадно, потому что данная поправка к постановлению дает возможность каждому горожанину выдвигать свои идеи, делать предложения в городской бюджет, а затем каждому горожанину будет предоставлено право выбрать ту идею, которая ему покажется самой интересной. Если говорить о порядке, о самом постановлении, то прежде всего хочется напомнить, что в нашем постановлении нет ограничения по возрасту для представляющих идею и для голосующих за идею. Мы говорим о том, что интересные, современные, такие умные идеи могут прийти ведь и от нашего юношества. То есть это могут быть ребята, которые действительно хотят что-то интересное создать на территории Кохт-Лоярве. Что же является объектом? То есть что можно сделать в рамках, так скажем, народного бюджета? В данном постановлении это точно описано. Это инвестиционный объект, который находится на территории города Кохт-Лоярве. Каким образом будет организован конкурс идей? Какой порядок подачи идей на конкурс? Как планируется организовать работу по народному бюджету в городе Кохт-Лоярве? Горожане могут представить свои идеи для воплощения в жизнь. Данные идеи будут рассмотрены конкурсной комиссией. Если будет необходимость привлечения экспертов, то и эксперты будут привлечены. И будут отобраны несколько идей, получивших наибольшее одобрение от конкурсной комиссии. И вот именно данные идеи будут выставлены уже на всеобщее голосование. Голосование проводится, как правило, через интернет-среду. Сами идеи будут публиковаться, их описание и возможность внесения своих предложений по любой из идей через нашу городскую страницу. Для тех, кто не может воспользоваться непосредственно интернетом и возможностями, предоставляемыми нашей городской страницей, будет указано место, где с идеями можно ознакомиться на бумажном носителе и куда можно отправить свои предложения непосредственно на бумажном носителе. После того, как идея, а может быть идеи, будут отобраны, в течение года они должны быть реализованы. Реализатором данных идей, воплощением их, ну так скажем, в жизнь, может быть как городское управление, так и человек, непосредственно представивший данную идею. С ним тогда заключается договор на реализацию им же так представленной идеи. О какой сумме предположительно идет речь? Дело в том, что бюджет каждого года, он отличается от предыдущего и от последующих. И поэтому пока предварительно, зная, что наш городской бюджет колеблется от 45 миллионов до 48 миллионов, мы предполагаем, что данная сумма будет в размере 45-50 тысяч. Если, если возможности бюджета вдруг изменятся, может быть изменится и сумма. Уже в следующий четверг, 29 октября, я надеюсь, что данный вопрос будет включен в повестку дня городского собрания. Следите за последними новостями на городском сайте.